Олег Жданов с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас, Олег. Хотели бы, чтобы вы прокомментировали этот авиаудар по северо Донецку, потому что мы помним, что в средствах массовой информации сегодня утром появилась информация о том, что вроде бы как Путин приказал захватить Луганскую область до 1 июня, то есть в течение сегодняшнего дня, а Донецкую область до 1 июля. Это вот так российские военные выполняют уже план и приказ Путина? Да, здесь, понимаете, уже в принципе это не военный вопрос, это исключительно политический вопрос. И политики командуют этой войной, а именно один политик, Путин. И военные, если получили приказ, то любой ценой они готовы его выполнить. Любой ценой. Почему? Потому что каждый стоящий на должности высокопоставленный военный понимает, что если он не выполнит приказ, завтра его снимут с должности. И он лишится и своей должности, и зарплаты, и той кормушки, с которой он кормился. Но может уцелеет при этом? Вы посмотрите, сколько высокопоставленных военных уже погибло. Такое впечатление, что генералы вводят в атаку батальоны. Это не то, что батальоны, взводы. Тут вы правы. Тут вы правы, почему? Потому что бунт нарастает в вооруженных силах Российской Федерации. Они не понимают, за что они здесь воюют. Плюс их постоянно дурят то с выплатами, то с ротацией, то еще с чем-то. Кстати, сейчас будет новая волна, заканчиваются трехмесячные контракты, и они будут 90 дней. И они будут требовать ротации, то есть возвращения их в Российскую Федерацию. А я так понимаю, никто возвращать не собирается, потому что резервов нет. И здесь, да, и здесь военные. Но дело в том, что те, кто принимают основные решения, они на полях сражения очень редко появляются. Только командармы попадают иногда под нашу раздачу и гибнут на территории Украины вместе со своими командными бунтами. А паркетные генералы, они же все в пределах Арбатского округа. Олег, извините, пожалуйста, вот вы один важный момент затронули, я хотел бы уточнить. Вот смотрите, контрактники, да, у них закончился контракт. Они должны быть отправлены обратно в Россию. Они в нынешних условиях могут отказаться воевать? Ведь, насколько я понимаю, раз нет войны, раз не объявлена война, раз идет спецоперация, то отказ принимать участие в боевых действиях по истечении контракта не будет означать воинского преступления, так? Так наоборот, государство совершает преступление. Дело в том, что по окончании контракта человек становится гражданским автоматически. Ему нельзя давать в руки оружие и тем более нельзя его привлекать для выполнения военных задач. Тут уже государство становится в позицию нарушения закона. А контрактника, да, это гражданский человек, он должен быть отдан приказом об исключении списка в части и получить предписание и убыть к месту проживания и там встать на воинский учет. Хорошо, а новый контрактник имеет право отказаться участвовать в боевых действиях, не так ли? Да, согласно законодательству, даже Российской Федерации и устава, если он считает приказ преступным, то он имеет полное право отказаться. А в условиях мирного времени тем более. Кстати, они, мы с вами как-то говорили уже об этом, Государственная Дума России, по-моему, в марте месяце внесла поправку. Когда первые отказники пошли, они внесли поправку в контракт, который подводит, как только ты подписываешь контракт, ты подписываешься под уголовной статьей об отказе участия в боевых действиях. То есть заранее, если ты отказываешься, тебе грозит уголовная ответственность за это. Олег, я бы все же еще хотела вернуться к теме Северодонецка, вот так, на пару шагов назад, на самом деле, потому что очень серьезный прецедент сегодня случился. И тут интересно ваше мнение, как эксперта все же, удастся ли отстоять этот город, если враг начал действовать вот такими вот методами? И, по вашему мнению, этот авиаудар по цистерне с азотной кислотой на химзаводе мог ли он быть целенаправленным или все же случайность? Нет, я думаю, что он мог быть целенаправленным. Дело в том, что российская разведка тоже хорошо знает, что это за город и что там огромная промзона, и где хранится довольно большое количество яда химикатов. И с учетом, допустим, погодных условий они могли вызвать авиацию, нанести целенаправленный удар на емкости с азотной кислотой для того, чтобы вызвать хотя бы частичное заражение местности и тем самым вытравить наших защитников, наши вооруженные силы. Да, вот, Олег, я хотел бы просто уточнить для наших зрителей, в сообщении информационных агентств уже закралось неточное слово «цистерна». Понимаете, все мы цистерну представляем собой, ну вот цистерна, которая по железной дороге едет или на колесном ходу по шоссе. А речь идет именно о емкостях, в которых может быть сотня таких систем. Да, промышленные емкости, их еще называют танки, танк, и он может содержать, по-моему, если я не ошибаюсь, там до 10 или тысяч кубометров вот этих яда химикатов. В зависимости от размеров, там есть большие. Но это стационарные емкости, которые там всегда стоят. И, в принципе, в открытых источниках всегда есть сообщение о том, что предприятие имеет химическую какую-то составляющую, и на этом предприятии может храниться там столько-то тысяч тонн яда химикатов, и указываются типы или названия этих яда химикатов. Поэтому я думаю, что это... Это химзавод, Олег, я прошу прощения, он контролируется же сейчас Украиной, правильно? Да, смотрите, промзона находится между городом и рекой Северский Донец. То есть это за спиной наших защитников. И вполне возможно, что Россия просто подгадала вариант ветреной погоды в направлении, допустим, наших позиций и нанесли авиационный удар. Так скажите все-таки, как вам представляется стратегическая ситуация там на фронте в районе севера Донецка? Звучат очень разные оценки, потому что кто-то говорит, что российское наступление выдыхается, кто-то говорит, что нет ситуации, ситуация чрезвычайно опасная и может стать еще хуже, кто-то говорит, что вполне вероятно для того, чтобы не попасть в окружение, придется отвезти украинским вооруженным силам находящиеся там подразделения. Ваша точка зрения? Моя точка зрения, что надо использовать маневренную оборону с максимальным нанесением ущерба противнику и все-таки, наверное, Северодонецк оставить. Почему? Потому что очень затруднено снабжение, отсутствие мостов, очень затруднено снабжение и переброска туда тяжелой техники. А вот из города Лисичанска надо делать неприступный форт, тем более, что он находится на господствующих высотах над рекой, река является естественной преградой и если мы удерживаем трассу Лисичанск-Бахмут, то у нас есть все шансы сделать этот город неприступным. А в Северодонецке, скорее всего, наверное, придется оставить. Очень тяжело его удерживать в плане снабжения группировки войск. Имеет ли это какое-то принципиальное значение для дальнейшей судьбы войны? Северодонецк нет. Не такое значение. В принципе, и Лисичанск может стать последним форпостом по недопущению захвата Луганской области. Если мы удержим Лисичанск, то тогда все распоряжения Путина на 1 июня, на 1 июля, они просто останутся невыполненными. И политические задачи этой войны в очередной раз будут сорваны вооруженными силами Украины. А что касается ситуации южнее в районе Донецка? Южнее в районе Донецка, насколько я знаю, на данный момент идут ожесточенные бои. Противник пытается атаковать, но успеха на данный момент не имеет. Поэтому, в принципе, мы там его сдерживаем. Вот, кстати, Лисичанск, если станет камнем преткновения, то он может улучшить ситуацию, потому что российские войска будут пытаться прорываться на Славянск. Причем с двух сторон. От Изюма и, скорее всего, от Гуляй-Поле. Для того, чтобы замкнуть... И возвращаемся опять к большим клещам, которые анонсировались еще в марте месяце текущего года Российской Федерации. Вот здесь, да. Но если Лисичанск мы будем удерживать, тогда вероятность замыкания клещей будет меньше. По Херсонскому направлению также будет уточнение, потому что часть людей говорит, что это уже пошло контрнаступление. Кто-то говорит, что контрудары. Но факт остается фактом. Мы начинаем отвоевывать нашу территорию по направлению Херсонской области. Как вы думаете, насколько долго может длиться этот процесс? И не успеют ли сейчас русские там окопаться? И, знаете, попытаться настроить более-менее нормальную жизнь, что усложнит потом процесс отвоевания территорий? Ну, я думаю, что насчет нормальной жизни там это нам не грозит, потому что там идут жесточайшие репрессии по отношению к местному населению. Росгвардия сейчас вместе с ФСБ шерстит там по спискам активистов, пытается их вычислять. Люди пропадают в неизвестном направлении, поэтому нет. Там в этом плане нет. Что касается укреплений, так вот наши контрнаступательные действия. Это надо четко понимать. То есть это отдельные контратаки на позиции противника. Нам удалось прорвать его оборону и создать плацдарм на левом берегу реки Ингулец, откуда в дальнейшем мы можем развивать наступление в трех направлениях. Это на Кривой Рог и подпирать с юга группировку в районе Кривого Рога прямо на Каховку, что усложнит или перервет единственную артерию снабжения Криворожской группировки. Либо на юг, на Херсон. А Херсон они укрепляли с запада, но не с севера. Поэтому опять мы здесь имеем преимущество. Но это только подготовка плацдарма, я так понимаю, для будущего контрнаступления. У меня еще есть такой, знаете, возможно, философский вопрос, но который требует разъяснения военного эксперта. Мы часто слышим заявления о том, что вот Украина пойдет в контрнаступление через 2-3 недели. Вот контрнаступление, мы готовы, осталось там пару дней и начинаем атаку. Насколько такие слова, такие планы должны быть озвучены заблаговременно? Потому что мы же понимаем, что эту всю информацию также читают в России. Мы этим самым не помогаем им? Нет, не помогаем, потому что разведки, в том числе и Российской Федерации, они прекрасно понимают, на что надо обращать внимание, к чему надо привязываться, когда речь идет о контрнаступлении. А Ленд-Лиз – это единственное мероприятие, которое будет определять, когда мы сможем, примерно хотя бы, когда мы сможем сформировать группировку войск для контрнаступления по освобождению наших территорий. А скажите, Олег, реальной является ли контрнаступательная операция по освобождению Крымского полуострова? Абсолютно реально. Все будет зависеть от ситуации на самом полуострове. Допустим, если российские войска, если мы сможем отрезать Крымский перешейк и выдавить российские войска в направлении Бердянск-Мелитополь, то есть в сторону Ростовской области, то Крым на сегодняшний день практически пустой. Либо, если часть российских войск будет отступать в Крым, то мы можем просто на плечах противника зайти на полуостров. Здесь, вот почему я всегда говорю, что тут решение о том, входить на полуостров или не входить, должны принимать сугубо военные в генеральном штабе, владеющие обстановкой на момент выхода наших войск к Перекопску или к Армянску. То есть вы хотите сказать, что политики не должны вмешиваться в решения тех, кто управляет войсками? Да, абсолютно прав. В данном случае, когда речь будет идти о контрнаступлении, если оно будет успешное, то все решения, где останавливаться, ну, кроме государственной границы, которую определил президент как задачу для военных, вот до государственной границы военные должны определять, входить в Крым или не входить. Субтитры создавал DimaTorzok